Если ты не хочешь смотреть на родителей детей другими глазами, чтобы не разочароваться в этих людях, не езжай. Смотрите, кто у нас. Аша. Аша, у нас кошка. К нам пришел кошка. Аккуратно он царапается. Покажи, какой ты красивый. Аша, он царапается. Аккуратно. Папа уже царапал. Аккуратно, Алиса. Он больно может снять ее. Очень фраги. Лашь его, лашь его. И жарь бьем. Аккуратно, Алиса, он больно может снять ее. Вот так. Приблудился к нам такой котеночек. Что с ним делать? Я не знаю, это Аки. А к чему это? Это Эва. Нет, это не Эва. Эва мне сказала, что она была маленькой. Она очень милая. Сыпаганье. Это очень маленький ребенок. Высыпается? Это не Эва, Алиса. Он приблудился. Сейчас мы пройдем по всему нашему кварталу и спросим, кто потерял котенка. Не потерял. Не потерял. Не потерял. У него есть маленькие грифы. Грифы хорошо. А вот это. Ай! Ай! Конечно, он больно делает. Тихо, тихо, тихо. Конечно, больно. У него же такие ноготочки тоненькие. Смотри, чтобы он не убежал. Это все как парпара. Все, понеслите отдавать кому-нибудь. Спросим, кого он в квартале. Чей это котенок. Пойдемте. Забыла вам показать, что мы кушали на ужин. А так хотелось вам это показать, но быстро полопали, потому что я была забеганная, задерганная. Быстро примечалась, поужинали, Арно уехала на работу и забыли. Короче говоря, знаете, что мы приготовили? Обычная зеленая фасоль. Обычная зеленая фасоль. Отваренная. Потом обжаренный лучок с мелкими кусочками корички. Все это дело обжаренная на сковородке. Добавила фасоль отваренную. И потом залила, смешала два желтка. Где-то на граммный настой, на сметанке. Все-все-все хорошо перемешала. И залила, потушилась, ну может быть, минут 5-10. Вот, и вот такая получилась гарбонара, только не из макаронов, а из фасоли зеленой. Вот, и это уже были остатки, это я уже положила остатки в баночку на завтра. Арно хотел слопать второй раз, я ему запретила. Вот такая я плохая жена, потому что я сказала, все, хватит живот свой отъедать. Ты парень молодой, не хочу, чтобы у тебя был большой живот. Так что я теперь взялась за Арно. Вот, так что такие выделишки, думаю, расскажу, расскажу, расскажу. А почему у себя была я замотанная? Потому что я, ой, я сегодня ездила опять по работе, после работы по работе. Получается, нужно было подписать какие-то документы, так как эта женщина хочет сделать из своего дома бывшего, где она жила раньше. У нее муж погиб, и она не хочет в этом доме жить. И она хочет, купила себе новый дом, а этот дом она хочет сделать ремонт в нем. И сделать две квартиры в этом доме, и сдавать. Вот, и когда они обращаются к нам, и получают, такие люди получают помощь, то тогда на ремонт этого дома, и они большую помощь получают, с тем условием, что они будут сдавать, по-моему, дома в течение, по-моему, пяти лет, если я не ошибаюсь, надо будет перечислять, потому что я еще не работала с, не с частными, как, ну, с частниками, но которые мы, как называем, частник, который живет, и частник, который, хозяин дома, который живет, и хозяин дома, который сдает. У нас есть разные документы. Я занимаюсь в основном только вот именно людьми, которые живут и делают ремонт, и старичками, а вот именно людьми, которые сдают свой дом для сдачи, просят денег, ну, для ремонта, для ремонта, такими я еще не занималась. Это мой первый досье, с которым я взялась заниматься. Вот так, что я еще не все знаю. Еще мне много узнавать, узнавать, узнавать. Так, поставлю, а то у меня ручка будет так болеть. Йоп-ля, и буду болтать. Вот, и так, что мне начальница моя спросила, нетрудно мне ли будет, так как она живет в моем городе, эта женщина, нетрудно мне ли будет к ней заскочить после работы и подписать документы, которых не хватает. Ну, и взять еще этот банковский такой чек, чтобы знать все банковские координаты. Естественно, я уезжала с работы, позвонила, никто трубку не берет, доехала до нашего города. Но я в центре города позвонила, никто трубку не берет. Тогда я оставила сообщение, что так, и так, и так, что я могу только до 19 часов, не позже, приехать к ней, если нужно. И она мне тут же, тут же перезвонила и сказала, что она заканчивает работу полшестого, пока она доедет, пока детей заберет, и она будет в начале седьмого дома. Так что из-за этого я быстро приготовила ужин и умотыляла к этой женщине, подписалась в документы. Вот, и быстро, так же, прям часто, потому что быстро покушались вместе, потому что Арно уехал на работу. У нас 7 часов, он работает в ночь на этой неделе. Вот, так что такие вот делишки, котятки мои. Да, кстати, я хотела рассказать по поводу путешествия этого Алисиного. Алисинку очень понравилось, было, он очень довольный, у нее столько. Арно рассказала. Я хотела поехать с Рафаэльчиком, они будут в конце года учебного ехать в горы, я тоже хотела поехать с Рафаэльчиком, так же, как Арно поехал, но он мне одно отговорил. Он мне сказал, если ты не хочешь смотреть на родителей детей другими глазами, чтобы не разочароваться в этих людях, не езжай. Потому что он мне сказал, я на этих людей, на родителей детей, смотрю совершенно другими глазами, совершенно. Потому что через детей, ну, и как к ним относятся дома, и чем они занимаются дома. Ух ты, красота! Ну, покажи, похвастайся. Покажи, покажи. Покажи, что у них не видно с карандашиком. Что это, Алиса, нарисовала? Карандашом не видно. А, вот видно. Ягуар нарисовала. И в лесу, да, ты же. Умничка, умничка. Красота. Надо, первое, закрасить, Алиса. Вот, он был очень многим удивлен, очень многому, что дети не умеют кушать, не едят, кроме картошки-три, больше ничего, овощи в глаза не видели. Для них это было шоком, что у них нет игр электронных, и у телевизоров в центральном входе, но, когда они там закричали, многие, телевизор, телевизор. Естественно, телевизор никто не включал, были только книжки, читания, и игры такие обычные. Многие, конечно, плакают, потому что телевизора нет, а Алик-электронных нет. Они делают вот такие вот апсетты. И Арнольд мне услышали, а он говорит, я так смотрю теперь совсем другими глазами на родителей этих детей, говорит, если не хочешь разочароваться в знакомых, не езжай, не езжай, не сопровождая ребенка твоего, не надо этого делать. Ну, посмотрим. Может, меня еще и не возьмут, может, выберут между другими родителями, правильно? Так что такие вот делишки рассказала я про Алису Николину. Они очень понравились, они там путешествовали, в смысле, что они сначала катались на лошадках, учились стоять на лошадках, знаете, как эти цирковые трюки. Потом, что еще они делали? Они гуляли в лесу, поднимались в горы, как бы, онданы делали, прогулочку такую делали. И учились убирать за лошадками, вот такой вот. А на ферму еще ездили, я делали на ферму, смотря, как довольят коров, как, ну, всяких животных, какие там были на ферме. Вот. И даже показывали им, как они делают этот, подкову. Ух ты, и подкову это лошадок. Вижу, 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 красиво, красиво очень, молодец. Вот, так что такие вот девички. Короче, классно, весело, им понравилось. И учительница, конечно, тоже у старшей, я сегодня утром ее видела, когда родила, дети отладила в школу, вот, мы быстренько поболтали, звонили, надеюсь, она попала на работу. Конечно, для меня это опоздание, я переживаю страшно, когда я опаздываю, я прибежала, обезжала голопом, и, грубо, я опоздала, что 10 минут на меня так посмотрела на начальница, на минуту, говорит, и тут же директор меня встретил на входной двери, он выходил, и я как раз залетала, чуть лбу не врезала с него, и, как раз в начальницу тоже заходила, и, получается, она смотрела, моя начальница, а потом директор. Так вот у меня, получается, и Рахши. Вот, и я так «О, я опоздала 10 минут», она на меня посмотрела, она «Ты что, говорит, какой опоздал, ты сколько только остаешься. Директор так же мне сказал, говорит, хоть раз, ты опоздаешь, чтобы хоть не зря остаешься, каждый день хоть эти 10 минут и ту забрать. Вот. А что я остаюсь постоянно полчаса, час, каждый день, каждый день остаюсь, сегодня опять полчаса осталось, то то надо доделать, то это доделать, не люблю оставлять документы до завтра, потому что я возвращаюсь на следующий день, я потеряю эту ниточку, что я доделала, не доделала. Вот. Так что такие вот дела. Вот такие вот веники. Сейчас малыш у меня рисует, все светло, включите, дети. Вот так вот. Зайчики рисуют, я сейчас переварю опять варенье, уже получится третий раз я его перевариваю, и завтра я буду четвертый раз переварить и закручивать, перемалывать и закручивать. Почему переваривать, можно было бы уже и после третего раза закручивать, но я забыла купить банки, у меня вылетелось с головой. И банок у меня нет уже пустых, так что мне нужно хоть купить баночки пустые, чтобы закрутить варенье. А потом еще мы будем делать, на следующей неделе я хочу сделать варенье из зеленого арбуза. Кто такой пробовал, не пробовал, все расскажу. Вырос у меня арбуз, я его не видела целое лето, не знала, что он как. Видела так, думала, один там отвалился, я думала, он у меня ушел, а потом у меня появился арбуз. Но я думала, он мне пропадет, то что много чего там вырывала, вырывала, я думала показать, что я эту штучку, на чем держится, она вырвала тоже. Но нифига, он лежит живой, здоровый. Так что сделаем варенье из зеленого арбуза. Вот такие вот делишки, девочки и мальчики. Так что сейчас буду редко в нем укладывать время, а он 15 минут только 28, рано мы сегодня освободились, рано, что-то вообще сегодня рано. И хочу сегодня пораньше их уложить спать. И мне надо сделать платье. Очень хочу сделать платье. Не такое, как у всех. И ничего такого особенного не найду. Я уже искала везде, не могу найти, что я хочу. Вот тут в голове не что-то летать. Я знаю, что я хочу, но не могу найти. Или же нахожу, но стоит в районе 70 евро платье. Я не хочу платить на это платье 70 евро. Я хочу платье недорогое. Я не буду переплачивать большие деньги, так Мишка хочет зайти. Заходи, заходи. Не хочу переплачивать бешеные деньги за платье на один вечер. А почему на один вечер? Потому что у нас будет... Что случилось? Что у нас будет... 21 октября у нас будет вечеринка от нашего... Куда я отношусь в этот... Бениволь. В этом... А, скажите, я скажу. Ассоциация в этой... Организация праздника в нашем городе. Вот. И они как бы организовывают такой хороший ресторан, танцы, все остальное будет. И... Хотелось бы, конечно, быть красивой, нарядной. Хоть и есть там красивые нарядные платья. Ну, что-то хотят, что-то такое, но не такое. Ну, такое. Хочется платье обычное, такое строгенькое, классическое, без всяких выпендрюшцев. Так что вот еще и еще не могу найти, честно говоря. А если нахожу, то стои бешеные деньги и не хочу за него столько платить. И хочу попробовать шить сама. В конце-то концов. Я же швия или кто? Так разобраться, правильно? Вот. Так что такие планы на сегодня, если мне хватит сил, то что вчера я хотела это делать, но я вчера вырубалась. Я просто вот валились с ног и вообще план никакая. В общем, посмотрим, что сегодня вроде я такая отдохнувшая. Посмотрим, что будет. Все курины ружьи, да? В общем, они сгут. В общем, они сгут. Они сгутся для того, чтобы они революции. Они сгутся для того, чтобы их было. Да. Это классная кошка, получилось. Это очень красивая, как все. Я считаю. Это жегуар. Жегуар. Раки тоже рисуют игуаров, и всякие, всякие, всякие. Эй, ты расскажи, что у тебя зуб повылетел. У него еще один зуб выпал. В этот раз только 5 евро мушка принесла. Да? Все, мои хорошие. Алицкин, Рафулькин, что скажем всем? Всем пока-пока. Алина, всем пока-пока. Привет, все, мои хорошие. Ну что, я, как всегда, в последнее время здороваюсь. Так, сейчас ставлю, буду болтать. Думаю, сейчас я с тебя не включу сразу камеру, я ее потом не включу, это точно будет. Из-за этого, не раздевая, я сразу включила камеру и буду болтать. Сначала поздороваюсь. Привет всем. У нас уже, конечно, ближе к вечеру дело, я детей забрала уже со школы. Мы все равно успели смотаться, какие продукты и вещи прикупить, что мне нужно было. Мне нужны были баночки для варенья. Так, меня не видно, подальше. Баночки для варенья не нужны были, я заехала, купила, нашла. Немножко дешевле, чем я покупала в другом магазине. На 1 евро 60 сантим дешевле. Все-таки большая разница, по мне так. Вот, ну и что я еще купила? Това, Алис, привет, поздоровайся. Привет. Побежала мартрюшка. Она у меня сегодня просто красавица, куколка. Она прям нравится, она одета. Надеюсь, я ее поймаю, чтобы вам ее показать. Так, ну что мы купили? Алюминиевую фольгу. Отвезли мы, ой, отвезли мы обратно. Это аппарат, который, как не миксирует, а? Терка. Терка, которая спиралью делает все. Отвезли мы обратно. Объяснили, что нифига ничего не перетирает. И мы забрали без всяких проблем. И нам вернули денежки. Ну вот мы, как бы, в магазине купили кое-какие вещи. Я же купила алюминиевую фольгу. А! Средство для мытья посуды. Одну взяла такие конфетки собачки нашей. О, я не видела себе ментал взял. Я такие коробочки за 4 евро, за 2-3 коробочки. 3 или 4? Вроде как. Нет, 4. Для сыпучих продуктов. Потому что у меня... Ой, это что-то так гуляет. Вот туда-сюда. Потому что коробочки для сыпучих у меня уже старенькие. Я хотела их поменять из-за этого цели. Еще до кошки конфеты. А я делала манго. Хочу делать себе водичку. И... Что-то гуляет. И для заранк маленький для работы. Какая жизнь, Малис. Какая жизнь. Какая звезда у меня. Покрутись, покрутись. Вау. Глотышная звезда. Ладно, ладно. Все, поворачивайся. Не выпендривайся. О, характер. Ой. Ну и характер у меня у ребенка. Кошмар. Кошмарящий кошмар характер. Вау, 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 вау. Так, дальше, 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 дальше. Я покажу, что еще. Ой. Что еще? Что еще? О, вот пришел. Бабум. Тарабум. Ааа. Обувь. Обувь. Потом докажешь. Сначала обувь снимай. Так, вот они баночки, которые я в другом магазине платила. Она 7,90 и в этом заплатила 6,30. Алиса, ботинки на место. Ботинки на место. Взяли сериали детям. Сухие завтраки на утро. А, смотрите, какой. Да что ж мне свет сегодня. Такую коробочку взяли сегодня. Это платочки носовые. Ну, мне понравилось, смотрите. Делать можно с животных. Здесь ушки открываются. Смотрите, какая-то коробка, дети. И платочки здесь вытаскиваются. 1 евро 4 сантима стоит такая коробочка. Что там еще? Ага. Вот такая вот коробочка прикольная. Мне очень понравилась. Но своими платочками. Так, дальше. Купили мы сиропы. Потому что у нас уже закончились. И мы купили вот такие вот новые коробки. У них продают смешные. Мятный, персиковый. Очень дорого, я считаю. Вот это, по-моему, 3 евро. Это 3,7. Нет, это 3,30. А к гренадину, радостные красные фрукты, 3,17. Слишком дорого, я считаю. Для сиропов. Потому что мы покупаем дешевле. Ну, из задних бананчиков. Это в лати. Дети любят. Детям удобно. И затем мы берем сметанку. Потому что у нас сметанка много уходит. И Арнона сегодня будет готовить вот такое вот блюдо. Здесь, получается, уже блинчики вот такие. Внутри и специи. И Арнона будет только курочку обжарить, добавить помидор, сметанку. И все. И будет у нас такой ужин. Вот, в принципе, ничего. Будешь обратить. Я хотела себе еще журнальчик вот такой почитать. И все. Больше ничего не взяли. Давай, Аняш, ты готов? А Мишка балдеет, Сарну. Ой, балдеет. Твоя реванка. Мишка, тяжелая у тебя жизнь. Тяжелая у тебя жизнь, Мишка. Ну, какой он обиженный жизнью. Боже ты мой. Так, все, девочки и мальчики. Сейчас будем раскладывать, как всегда, все по местам. Я хочу сегодня приготовить что-нибудь за банана. Либо я себе подготовлю, о, пардон. Сделаю себе с молоком, либо что-нибудь печеное сделаю. Они начинают пропадать, чернеть, мне жалко выкидывать. Оп. И, естественно, я сегодня буду закручивать варенье, наконец-то. Вот, все. О, как он ее хватает, колбасу. Миш, ты что, голодный, что ли? Что, Алиса? А, молодцы, пошли на трамполин прыгать. Надо по тут прыгать, давно не прыгали. Сафирон там у музаи пофей, что это? Эй, обувь снимай, матрешка. Ура, молодец, Раф. Ух ты. Монтрай, папа. Ты вон, папа? Плю, плю, плю. Ей, молодец. Можешь, семью, сэр. Папа, иди. Папа смотрит в окошко. Молодец, Рафулька. Йоп-ла, молодцы. Али, дубля. Упс. Чакай сон тур. Алиса. Алиса. Один раз ты, один отраться Фаэль. Вау, молодцы. Вау. Попрыгунчики мои, вау. Чуть я вообще разлохматилась. Мне надо срочно уже к парикмахеру ехать. Все, у меня уже все. Корни отросли, некрасиво. Я сходила в две парикмахерские, сделала себе две, не знаю, право сказать, ну, предполагаемую сумму, она так получается, фактюру, фактуру предполагаемую, смету, смету, наверное, вот. И везде, везде, одна мне стоит 150. Вот самое интересное, три парикмахерские. Одну я, которую я постоянно хожу, иногда всегда время хочу попробовать поменять, каждый раз возвращаюсь в эту же парикмахерскую. В одну зашла я в парикмахерскую, 150 евро сделать эти мои тоненькие полосочки мелирования, немножко убрать кончики состричь, и, естественно, плоти, ну, не знаю, ну, короче говоря, сделать, чтобы они беленькие были. Вторая выходит, сегодня зашла, 118 евро. И третья, где я постоянно бываю, там вместо, 82-92, что это там вроде. Вот такая вот разница в ценах, я вообще поражаюсь, поражаюсь. Ладно, чем 20 евро, еще как-то более-менее, но когда в 60 евро разница, то очень дорого. Вот, так что, ну, на следующей неделе я схожу к парикмахеру и приду себя в порядок, потому что на себя смотреть страшно. Вот, такие вот дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова